Устройки, вызов помощи, экстренная помощь, СОС, кнопка жизни, они направлены на то, чтобы человек воспользовался телефоном для того, чтобы позвать себя на помощь. Но бывают ситуации, когда человек попадает... Уже не может позвать. Да, он уже не может позвать на помощь. Я летом попал в такую ситуацию, я катался на велосипеде, упал. Я не знаю, как долго я пролежал, там, без сознания, там, на этом асфальте. Помощи я дождался, потому что я упал в городе. Если бы за городом, не знаю. Вот. Вопрос простой, на самом деле. Можно отслеживать паттерны поведения, падения. И вызвать человека... Человек неоплотит. Я готов высказать. Вы просто на хакатоне делал падение людей? По-моему, позапрошлом году на одном из хакатонов, на едино-гугл-коде, на сапренды НИД, полностью реализована на нейронной сети падение человека в обморок, с велосипеда и так далее, по акселерометру отсылания точки твоей ногарки, твоим родителям в виде смс. Все в открытом исходном коде. Автор я и Козырев Сергей, который тоже пройдет по этому коду. Ну, ты все решил. Вот. Заставь только его отказаться от своего кодина. Спасибо. А как называете еще? Френдин НИД. Я скину ссылку. Там немного наговно кожана, конечно. Да-да-да. В принципе, она работает. Я за ней начал как-то балансировать. Тихо. Отлично. Супер. А кто-то еще остался? Тихо.